Город Мумбай, или по-старому Бомбей, острым мысом вклинился в воды Аравийского моря. Это один из крупнейших городов Индии. В настоящее время в нем проживает более 16,5 миллионов человек. Мумбай по праву считается главными морскими воротами в Индию. Более 50% всех ввозимых и вывозимых товаров идут именно через него. Эта триумфальная арка, построенная в 1924 году, официально так и называется – Ворота в Индию. Но индийцы предпочитают называть ее немного по-другому. Ворота из Индии, ведь именно через нее в 1947 году страну покидали последние английские колониальные войска. За 60 лет независимости Индии Мумбай превратился в мощный промышленный научный и финансовый центр страны. Он мало похож на другие индийские города. Мумбай – многолик. Он предстает перед вами то, как правоверный мусульманин со своими тысячами миноретов и мечетей, разбросанных по всему городу. То, как чопорный англичанин времен королевы Виктории. Он очаровывает вас старинными автомобилями и своей удивительной красоты архитектурой, в которой смешались восток и запад, древность и современность. В Мумбаи проживает большое количество индийцев, исповедующих ислам. В определенном смысле это настоящая Мекка Индии. Дело в том, что здесь, на одном из небольших островов, находится мусульманская святыня суннитов – мечеть Хаджи Али. Мечеть эта построена в 15 веке в водах Аравийского моря, в полукилометре от берега. И добраться до нее можно только во время отлива по длинному узкому перешейку. Мечеть Хаджи Али представляет собой мавзолей на месте гибели этого мусульманского святого. Его могилу и сам мавзолей украшают десятки, а может даже и сотни ковров, которые ежедневно приносят паломники. В иные дни здесь бывает до 40 тысяч человек. Мужчины и женщины молятся здесь в разных залах, хотя их и разделяет всего лишь тоненькая цепочка. Головы мужчин, как вы видите, покрыты платками. Женщины же, наоборот, голову могут не накрывать. В христианских храмах традиции как раз противоположны. Пути Господни неисповедимы. На узком перешейке, соединяющем остров с материком, идет бойкая торговля. Посмотрите, эта женщина умудрилась громоздить на голову всю свою лавочку вместе с товаром. На этом импровизированном базарчике можно встретить все, что угодно. От все проникающих детских китайских кукол до вышитых золотом, по крайней мере, так утверждают продавцы священных суркарана. И, конечно же, как и повсюду в Индии, огромные гирлянды живых цветов. От святыни мусульман-суннитов мы направляемся еще в одно священное место Мумбаи. Храм джайнистов, джайнов, последователей философского учения Махавиру. Махавиру жил в Индии во времена Будды. И основным в его учении было священное отношение к жизни во всех ее проявлениях. Даже к жизни мелких насекомых. Вот эти повязки, закрывающие рот, вовсе не средство против гриппа. Эти повязки, по мнению современных джайнистов, должны уберечь мелких мушек от попадания к вам рот. Вдруг вы по какой-то причине забыли закрыть рот, а туда случайно залетит муха. Эти метелочки еще один из символов джайнов. Во времена Махавиру джайнисты подобными метелочками осторожно сметали всех насекомых со своего пути, чтобы случайно их не раздавить. Еще одной особенностью джайнизма является непривязанность к эмоциям. В давние времена мужчины-джайнисты даже ходили обнаженными, чтобы показать свое безразличие к женским прелестям. Даже вот к таким. Этот небольшой храм очень красив. Вам стоит побывать здесь. Покой медитирующих охраняет священный слон. Удивительной красоты инкрустации на мраморе. Эта надпись при входе гласит «Человек сам архитектор своего счастья». А на этих чеканках и фресках отображены деяния самого Махавиру. Джайнисты утверждают, что в тех местах, где он появлялся, даже дикие животные переставали быть кровожадными. А люди прекращали войны. На улицах Мумбаиа можно встретить двухэтажные автобусы. Амнибусы не такая уж и диковинка в мире. А вот о двухэтажных поездах вы вряд ли слышали. Представьте наше удивление, когда мы оказались именно в таком поезде. Наши билеты были на нижний ярус. Мы сидели примерно на уровне колес. Немного низковато, зато такой вагон вмещает в два раза больше пассажиров, чем обычно. Те, кто не поместился внутри, могут спокойно ехать на подножке поезда. Двери здесь никогда не закрываются. Это еще одна особенность индийских поездов. Поезда являются удивительным символом общности индийцев как нации. При всем многообразии языков, религий, скучности и тесноте здесь не найти недовольных лиц. Здесь не ощущаешь себя иностранцем. Здесь ты просто человек мира.